Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Меня зовут Евгений Гринес. Приглашаю вас на очередное занятие видеоурок в шахматной школе Евгения Гринеса. Это занятие продолжает цикл Самые полезные шахматные партии. Я предполагаю вам показать одну партию, которую я отношу к одним из самых полезных, из которых можно многому поучиться. Эта партия была сыграна в 1961 году, в Бледе в Югославии. Белыми играл Тигран Петросян, а чёрными гроссмейстер Марио Берток. Давайте посмотрим партию, и потом мы поговорим, почему она может нам полезна. Заранее могу сказать, в этой партии не будет никаких комбинаций, никаких жертв. Это позиционная партия. Тигран Петросян был большим мастером позиционной игры. И из его партий, многих партий, можно многому научиться. Д4, КФ6, С4, Д6, КЦ3, G6, Е4, С7. Разыграна староиндийская защита, и Петросян играет Ф3, и этим он начинает вариант Земиша. Тигран Петросян начинается ходом Ф3. Белые укрепляют свой центр. Правда, они делают ещё один пешечный ход. И в других вариантах белые играют конём на Ф3, например, или есть ещё много других ходов. Но система вариант Земиша также очень популярна и особенно был популярен во времена, когда игралась эта партия. Я в дальнейшем очень кратко остановлюсь на возможных вариантах земиша. Чёрные ответили рокировка. Это самый популярный ответ. Белые сыграли слон Е3. Этот ход был основным в то время. Кроме него здесь есть ход слон Ж5, и КЖ на Е2. Причём, если посмотреть статистику этих ходов, статистические данные, то ходом слон Е3. Белые достигли 58% очков. Имеется в виду партии на высоком уровне, на уровне гроссмейстеров, которые вошли в теорию. Ход слон Ж5 даёт Белым 61%. И ход КЖ на Е2 также 61%. Слон Е3 пошёл Петросян. Чёрные ответили Е5. Это также в то время были основные ходы этого дебюта. Вариант Земиша. Кроме хода Е5, который принёс чёрным статистически 43% очков, имеются в этой позиции ещё такие ходы. Ход С6. Он дал чёрным 41%. Ход С5. Это жертва. Ход связан с жертвой пешки. Потому что белые могут взять на С5. ДС, ДС. Слон берёт на С5. Это гамбитный вариант, который принёс чёрным 50% очков. Также имеется ход В6. Он дал 35%. Ход А6. Он дал 43%. А6. Гибкий ход, который может быть связан с планом КС6 с одной стороны. С другой стороны он может быть связан с планом В6. Поэтому в этот момент чёрные ещё не показывают свой план. Петросян. И так же ход КБД7 встречался. Он дал чёрным 43%. И ход С6 в этой позиции принёс чёрным 32%. Чёрные сыграли Е5. И Петросян ответил... Здесь, в этой позиции, есть два хода, которые в основном применяли белые. Наиболее распространённый ход это ход Д5, закрывая центр. В варианте Земеша часто белые закрывают центр ходом Д5. Этот ход статистически принёс с белым 60%. Но Петросян сделал другой ход. Конь Ж на Е2. Пока не закрывает центр. Этот ход даёт белым 50% в среднем. И в этой позиции у чёрных есть несколько продолжений. Встречался ход С6, дающий чёрным 50%. Ход КБД7. По статистике, даёт чёрным даже 65% очков. Ход ЕД, размен в центре, встречался реже в этой позиции, но принёс чёрным 80% очков. А ход, который сделал Марио Берток в этой позиции, это ход КС6. Он принёс чёрным 25%. Так что, может быть, это можно назвать ошибкой в этой позиции. Хотя компьютер оценивает эту позицию как равную. Не видит перевеса здесь у белых. И надо сказать, что партия, которую мы будем смотреть. Петросян Берток вошла в теорию этого варианта как основная партия. То есть, она до 15 или больше ходов вошла в теорию. Она показывает, как играть за белых и за чёрных. Именно этот вариант. КС6. Петросян здесь пошёл D5. И этот ход даёт белым 83%. Хотя компьютер по-прежнему оценивает позицию как равную. И другой встречающийся здесь ход. Это ход Fd2, не закрывая центр, который давал белым 67% очков. Итак, D5. КЕ7. Хотя компьютер тут показывает ходы как КB4 или Ка5. И продолжает считать позицию равной. А вот после КЕ7 он показывает небольшой перевес у белых. Почему-то этот естественный ход ему меньше нравится, чем ход КB4. Хотя человек вряд ли пойдёт здесь КB4. Не имеет особого смысла. И даёт белым возможность пойти А3, К6 и B4, например. Вот примерно так. Захватывая уже ферзовый фланг. КЕ7 выглядит более нормально. Здесь... Сюда ходят КНЕ часто и в других вариантах староиндейской защиты. Так, в варианте с ходом КF3. Это основное продолжение. Ход КC6 и D5 КЕ7. И чёрные готовят атаку на королевском фланге с помощью хода F5. Но в варианте Земеша это не совсем так. И белые сразу делают ход G4. Так как король белых ещё не рокировал, эта атака чёрных с ходом F5 направлена в основном после рокировки белых на королевский фланг. Этим ходом чёрные начинают атаку на короля. Здесь король не рокировал. Он может в варианте Земеша часто рокирует в длинную сторону. И белые могут сами ходом H4, H5 сами начинать атаку на позицию рокировки чёрных. И здесь... Ну, теория уже практически знает только эту партию в этом варианте, и поэтому она показывает 100% очков за белых после хода G4. Ну, были наверняка и другие партии. Хотя этот вариант, мне кажется, редкий. С ходом Кc6, Кe7 не такой частый. Ну и после G4, основываясь на данной партии, которые белые выиграли, теория говорит 100%. А ход здесь возможный Fd2 даёт 70%. То есть здесь белые выиграли не все партии, которые вошли в теорию. g4. Ну и, как я сказал, здесь уже компьютер видит некоторый перевес у белых. И Берток сыграл здесь C5, закрывая этим ходом ферзевый фланг. Как бы уже готовясь к тому, что белые могут начинать здесь атаку пешками А и Б. И он заранее оставит пешку здесь, чтобы в случае чего укрепиться потом ходом B6 в случае А3, B4. Ну и с другой стороны, может быть, он рассчитывает в случае длинной рокировки белых, он может сам начать здесь ходом А6, B5 подготавливать и начать контр-игру на ферзевом фланге. Но, с другой стороны, этот ход несколько делает позицию черных несколько пассивной, так как центр окостеневает. Например, была возможность пойти КЕ8. как обычный план такой, несмотря на то, что белые собираются здесь атаковать, проводить обычный план черных с ходом F5. Один вариант, который есть в теории, но не основан на гроссмейстерских партиях. Может быть, была какая-то партия, которая также вошла в теории. Там был КC1, F5, G5. И уже эту позицию компьютер оценивает как равную. Ладья F7, КD3, C5, здесь было сыграно. А3, B6. Черные укрепляют ферзевый фланг, B4. Вот они часто против А3, B4 ставят такую стойку, B6, C5. Белые хотя и могут вскрыть здесь линию ходом Bc, но у черных довольно позиция такая, которую они могут на ферзевом фланге защищать. слон D7. Вы понимаете, это не из этой партии, не из партии Петросян-Берток. Это я показываю один из вариантов, которые знает теория. H4, слон F8, A4. Я его не буду поэтому комментировать. А5, Ba, Ba. Белые открыли линию B. Ладья H2, КG7. Ладья B2, КНH5. Вот до сих пор этот вариант есть в теории. И та партия, которая здесь приводится, белые ее выиграли. Но компьютер оценивает эту позицию как равную. КНЕ8. Берток сыграл C5. Х4. И здесь компьютер видит небольшой перевес у белых. Он уже понимает, что белые имеют перевес. но пока небольшой. Конь D7. Конь G3. А вот теперь компьютер говорит, что у белых уже перевес побольше. Потому что они противодействуют сейчас ходу F5. В партии было сыграно здесь Ладья Е8. То есть Берток не проводил план с ходом F5. Если бы он пошел F5, то посмотрим просто примерный вариант. ЖФ. ЖФ. Конь бьет F5, чтобы форсированно разменять коней. ЕФ. Ладья бьет F5. Такая идея есть у белых. Белые, конечно, вскрыли линию против короля. Они разменяли пешку Е на пешку F. И тем самым получили поле Е4 для своих фигур. Ну, диагональ открыта теперь. И правда у белых слабая пешка на F3. Изолированная, отсталая и находится на полуоткрытой линии F. И чёрные могут каким-то образом проникнуть конём на F4. Тоже сильный пункт здесь вариант, который компьютер приводит. Ферзь Е2. Он не форсированный. Могут быть и другие ходы. Конь F6. Длинная рокировка. Конь H5. Ладья D на G1. То есть план белых в этой позиции уже атака по открытой линии G и H. Король H8. Слон Е4. Здесь компьютер даёт значительный перевес белым. Чёрные, правда, тоже имеют пункт F4. Но они должны и тут защищаться, пока ещё их фигуры не развиты. Дебют ещё для них не закончен. А белые уже могут готовить атаку по линии G. И Берток сыграл Ладья Е8. И что интересно, в дальнейшем нельзя сказать, чтобы чёрные делали какие-то ошибки. Хотя уже эту позицию компьютер показывает с большим перевесом у белых, как я сказал. Слон D3. Теперь уже ход F5 полностью заблокирован. Но и чёрные ходом ладья Е8 показали, что они не будут проводить F5. H6. H5. Конь F8. Ферзь D2. Слон D7. Чёрные готовятся к защите своей позиции. И, возможно, к тому, что если белые рокируют на ферзевый фланг, они будут проводить план с ходом B5. Белые играют А4. Этим они показывают, что они вряд ли будут рокировать длинную сторону. И они блокировали ход B5. Если бы чёрные здесь вдруг пошли опять, закрывая ферзевый фланг, тогда белые могли рокировать длинную сторону, потому что у чёрных здесь никакой атаки не было, и белые бы сконцентрировались на королевском фланге. После рокировки ладья идёт на G1. И вот в таких позициях, когда ладьи стоят на G и H, пешки вот так, белые могут потом пойти слон H6. И у белых есть слон H6. Например, чёрные уходят слон H8. Они не хотят разменивать фигуру, потому что защитник короля не хотят его оставить. И у белых есть всегда такой ход, как конь F5. Так как если слон на H6, то и коня бить нельзя. GF, GF, и ладья даёт смертельный шаг здесь. А на коне F5, конечно, конь стоит очень сильно. Если его разменять, то линия G вскроется. И ладьи здесь стоят, и H, и G вскроется. То есть, его трогать нельзя. Он давит на пешку D6. Ну и дальше белые могут думать, как им продолжать. Берток пошёл Kc8. Крcf2. То есть, король не собирается на ферзевый фланг. А белые на ферзевом фланге планируют начать сами игру. Ф6. А5. Белые препятствуют ходу B5, возможно, или B6 может быть, и они планируют побить и ослабить пешку A6. Потом могут играть. А здесь они могут продолжать игру с ходом B4. Подготовить ладью, перекинуть на линию B. И B4, и пешка A6 будет слабая. Особенно если белому удастся сыграть B4, и потом C5. Вскроются слоны. Белопольный слон. Это был бы идеальный вариант для белых. Ладья E7. Ладья H на B1. То есть, здесь Петросян уже не опасается, что черные могут принять что-то на королевском фланге. То есть, этим ходом он не дает черным никакой контр-игры, связанной, например, с ходом F5. То есть, тут уже конь, слон и пешке препятствуют. И никакой другой игры. Если бы черные здесь сыграли G5 сами, то у белых было бы возможное поле F5 для коня. Особенно если они бы разменяли этого слона. Например, слон C2, слон A4 каким-то образом. И разменяли белопольных слонов. Конь бы стал здесь... Занял бы господствующую позицию на F5. И по сравнению... А этот слон практически мертв. Его лучшее поле было бы на F8. То есть, ход G5 был бы, конечно, в пользу белых. Слон Е8. И в этой позиции Петросян делает ход H6. И вот весь этот вариант до этого хода, это 19-й ход белых, он и вошел в теорию этого варианта. Слон должен идти на H8. И если мы обратим внимание на этого слона, то как ему выйти? Эта пешка отняла у него возможность выйти через поле G7. Чтобы выйти через поле F6, черные обязаны будут сыграть F5. А так как они F5 практически не могут сыграть, то этот слон обречен здесь на жалкое существование. И он выключен из игры. Если бы белые сейчас разменяли все фигуры, кроме слона и коня, у них фактически была бы лишняя фигура на F5. У белых пространственный перевес, который дает им прежде всего пешка D5, пешка A5 на ферзевом фланге и пешка H6. То есть, у черных нет полей для маневра. У них нету, скажем, поля Е6, и кони у них не имеют... И этот конь, куда он может пойти? На A7. И дальше нет у него ни ходов ни на B5, ни на C6. Так же с поля Е7. Нет ни на F5, никуда. Кони могут ходить практически по двум линиям здесь. Чернопольный слон, как мы говорили, здесь почти мертвый. И это дает белым пространственный перевес. Так как пространственный перевес в староиндийской защите белые получают почти всегда. Особенно в варианте земеша. Но это еще недостаточно для выигрыша партии пространственный перевес. И то, что слон на долгое время выключен из игры. Это второй положительный момент для белых. И план белых теперь заключается во вскрытии линии на ферзевом фланге. Например, ходом B4. Вскрыть линии для ладий. Потом разменять фигуры на ферзевом фланге, имея в виду, что у них практически лишняя фигура в виде этого слона. Перейти в эндшпиль. И в эндшпиле, благодаря пространственному перевесу, белые должны получить перевес. Вот давайте посмотрим, как Петросян реализует этот план. Конь А4. Ладья С7. Черные еще и опасаются, не пожертвуют ли белые здесь фигуру за две пешки. И получат две проходных. И профилактически защищают пешку С5. Б4. И вот если мы посмотрим, это 21-й ход. И до 21-го хода. Это редкий случай. Но не была еще разменена ни одна фигура и ни одна пешка. До сих пор. То есть, это вам не королевский гамбит, где пешки могут на втором ходу размениваться. И не скандинавская партия, где также на втором ходу уже размениваются пешки. Это староиндийская защита и это Тигран Петросян. Слон взял на А4. То есть, давление белых уже на пешку С5 достигло такой силы, что черные вынуждены брать этого коня. И отдают своего хорошего слона. В общем-то, белопольный слон у них единственная фигура, которая, в общем-то, играет. И белые получают преимущество двух слонов. Но черные рассчитывают на то, что вот этот слон d3 белых, его нельзя назвать хорошим слоном, так как он упирается в пешки белых и f3, и даже g4. То есть, у него большой манёвренности нет. Это может быть надеждой черных. Конь d7, b5. И черные здесь пошли конь f8. Они ходят туда-сюда. Они не побили на b5. После cb у белых проходная пешка. Возможно создать проходную пешку по линии А ко всему прочему. Эта пешка у черных тоже проходная, но она будет заблокирована слоном, скорее всего, на c4. И оживает слон, который только один ход назад ещё был, в общем-то, плохим. Он уже оживает. А если a6 здесь разменяться, то он ещё больше оживёт. И b5 станет ему доступно. И линии вскроются. То есть, это позиция, где у белых уже, можно сказать, выиграна при равном материале. Никаких комбинаций не было. Белые загнали этого слона сюда. И после вскрытия ферзьевого фланга у них здесь точно лишняя фигура. Они могут перебросить коня сюда, два слона. И здесь они позиционно просто переиграют своего противника. Поэтому Бертак не берёт на b5, а играет коня f8. Петросян пока тоже не разменивает. Конечно, было бы самой большой глупостью сыграть здесь b6. Это закрывало полностью ферзевый фланг. И, скорее всего, чёрные могли бы ходить тогда. Владья бы ушла, конечно, туда-сюда, туда-сюда и ждать. А что могут белые, например, на королевском фланге? Практически ничего. Всё перекрыто после хода b6, который был бы грубой позиционной ошибкой. И игра практически заканчивается в ничью. Но, конечно, этот ход не входил в план белых. Белые пошли ладья a2. Они хотят, пока сами не меняются на a6, поскольку взять ладья может побить на a6. А может быть и пешкой надо посмотреть, что лучше. Ну, по крайней мере, пока Петросян это не делает, а готовит сдваивание ладей по линии b. Ладья f7. Чёрные просто ждут. Ладья ab2. Т.е. белые хотят в надлежащий момент открыть линию b для своих ладей. Но именно выгодный для них момент. Они могут потом ещё пойти, например, ладья b3 и ферзя сюда, возможно. Хотя надо смотреть, тут пешка a должна быть защищена. Но готовить постепенно. Ферзь c3, слон d2. Потом ладья b3, ферзь b2. Белые никуда не спешат. У них нет задачи выиграть эту партию до 20 ходов. Тем более, что сейчас уже 25 ход. И торопиться им не надо. Вот этот слон не выйдет отсюда. Ни через 10 ходов, ни через 20, наверное, не выйдет. И поэтому белые просто надо создать такую позицию, когда будет видно, что у них лишняя фигура образовалась. Вот им надо решить проблему этого слона. Скорее всего, перевести его, наверное, сюда, на a4. И тогда, после вскрытия, он здесь как-то заиграет. Может быть, встанет на c6 или b5. И по линии белые могут строиться. И чёрные в этот момент берут на b5. Но они используют ту идею, что белые сейчас не могут брать пешкой, потому что они тогда потеряют пешку a5. Ферзь и ладья атакуют пешку a5. И белые должны брать ладьёй. Но открылась линия b. У белых давление, конечно, на пешку b7. Сейчас грозит даже взятие на b7. Как долго чёрные смогут удерживать эту пешку? Они могут попытаться даже такими ходами, как ладья a7 или ферзь c7. Белые будут здесь тоже, как я говорил, ферзь c3, потом слон d2, потом перевод ферзя на линию b. Часто это ещё делается таким способом, что ладья проходит вперёд. Допустим, ладья b3, вот эта ладья. И ферзь становится сзади. Это лучший вариант, когда тяжёлые фигуры ставятся в таком порядке, что впереди ладьи, а сзади них ставится ферзь. Тогда осуществляется наибольшая угроза по линии b. Слон, скажем, будет прикрывать пешку a5. Потом надо подумать, или слона переводить вот так на a4 или коня переводить. Единственно, белые должны быть осторожными, чтобы у чёрных не появился ход f5. Потому что вот тогда белым будет плохо. Если чёрные прорвутся здесь безболезненно ходом f5, то их фигуры оживут, и король белых попадёт в тяжёлое положение. То есть, белые должны это всё делать аккуратно. И здесь Берток нашёл идею сыграть b6. Так как ему не хотелось просто защищать эту пешку b, и он нашёл способ её разменять. Хотя в данный момент он её как-бы жертвует. Белые взяли, но играет ладья b7. И теперь у чёрных 1, 2, 3 атаки на пешку b6. И при случае можно пойти ещё этой ладьёй на b8, или на a6, атаковать эту пешку четвёртый раз. Белые могут только три раза её защитить. Скажем, ферзь b2. И это недостаточно, если будет четыре нападения на пешку. То есть, эту пешку чёрные возвращают. Петросян играет в слон f1. Можно подумать здесь зачем, что он имел в виду. Он не имел в виду никакой комбинации, которая начиналась бы ходом с слона f1, а что-то другое. Ладья взяла на b6. Ладья взяла на b6. Конь взял на b6. Ферзь b2. И тем не менее, после того, как пешки разменялись, у белых, конечно, сохранился их пространственный перевес, который им даёт пешка d5. И у них есть пока как бы теоретическое преимущество двух слонов. Потому что этот слон пока не заиграл. В открытой позиции два слона сильнее. Ну и у чёрных вот этот слон по-прежнему стоит в углу. Конь a4. Ферзь c1. Вот этот ход поначалу не очень понравился компьютеру, но он говорит всё равно, что у белых большой перевес. Конь d7. Ладья a1. Вот этот ход он не очень одобряет компьютер, потому что белые уходят с открытой линии. Может быть, скорее всего, поэтому. Но Петросян посчитал, что надо играть именно так. Как мы говорили, его план в размене фигур, особенно тяжёлых фигур. Конь b6. Ладья взяла на a8. Ферзь взял на a8. То есть, уже ладья разменены. Ферзь c2. Король f7. Конь e2. Ну, идея белых, я думаю, пойти конь c3. И на b5 конь займёт сильную позицию. И поэтому в этот момент, пока конь не пошёл на c3, чёрные предлагают размен ферзей. Вот эту позицию уже компьютер оценивает, что перевес белых есть, но он стал меньше. Ферзь бьёт на a4. Конь берёт на a4. Но, как оценивал эту позицию Петросян, мы говорили, что его план был разменивать фигуры на ферзьевом фланге. И он... Сейчас уже разменены все тяжёлые фигуры. Остались только слоны и кони. Причём слон по-прежнему на a8. Конь g3, продолжая препятствовать ходу f5. Конь b6. Ну, чёрные думают, что, может быть, они устоят. То есть, как белые могут прорываться на ферзьевом фланге. Им надо, конечно, ввести сюда короля, но чёрные будут так стоять, чтобы дальше король не мог пройти. На b3 он пройдёт, а вот чтобы он на a4 не мог пройти. слон c1, конь c3, король e1. Я хочу обратить внимание на этот момент. Просто такой нюанс. Значит, конь, как мы знаем, ходит с одного поля на другое. С белого поля на чёрное. С чёрного поля на белое. То есть, вот король на f2, конь может дать ему шах. А для того, чтобы не было никаких шахов, Петросян играет король e1. И вот такая опасная фигура конь, которую боятся все, оказывается, не так страшна. Начинающие все её боятся. Вот королю на e1 уже нет никаких шахов. Потому что, если давать ему шах, то с белого поля, но это белое поле должно быть или c2, или d3. Поле d3 слон держит, а поле c2, чтобы сюда с c3 пойти на c2, коню надо очень и очень стараться. А за это время король переместится на другое поле. Король e7, король d2, конь на a4, король c2. И ещё, просто для понимания игры, короля против коня. Опять же, когда король стоит на белом поле, по диагонали вот такой, снова он не может получить шаха. Он может шах с чёрного поля получить, но только сейчас с b4. А сюда опять коню долго добираться. Вот такое, видимо, противостояние диагональное через одну клетку против коня. Надо запомнить. Это полезно, чтобы меньше бояться коней. Конь c8, король b3, конь b6. И чёрные держатся пока. Значит, король не может пока преодолеть этот вал такой. Здесь пешка ему не даёт, а здесь конь. А если король не прорвётся на ферзевый фланг, то не видно, где белые ещё могут прорваться. Слон h3. И вот оказался смысл хода слон f1. Когда я говорил, это было на 28-м ходу, а на 43-м ходу слон пошёл на h3. И белые планируют прорыв g5. Ход g5 вскроет этого слона. Он заработает. Хода f5 не будет. Но на взятие, если сейчас, то... Можно, конечно, слон бьёт g5. Но мы посмотрим в партии, что задумал Петросян. И здесь чёрные сделали такой провокационный ход, король d7. То есть, они как бы говорят белым, ну, пойди g5 и дай шах при этом. Можешь дать нам шах. Они рассчитывают, что после g5 и gf слон их войдёт в игру. И тогда у них уже не будет так плохо, когда их слон войдёт в игру. Король d7. А что бы было, если бы чёрные вдруг сыграли сами g5? Заблокировали бы этого слона. И кроме того, видно невооруженным глазом, что у белых появляется поле f5 для коня. Конь f5 шах. Видно, что этот слон умер после хода g5. Что хода f5 не будет больше никогда. И этот слон будет там стоять. Но ещё у чёрных есть идея, а не пойти ли нам за этой пешкой h6. Например, король f7, король g6. Конь встанет на f5. А потом подвести коня, например, конь e7 и конь g8. А пешку больше нечем защищать. Правда, надо смотреть. После коня f5, пешка d6 будет под боем. Но, в принципе, идея такая, в общем, могла бы быть. Её надо проверять, если там возможно. То есть, хода конь e7 нет, из-за конь бьёт d6. Но может быть. И вот мы можем посмотреть примерный вариант. По крайней мере, в этот момент компьютер оценивает эту позицию по-прежнему, как некоторый перевес для белых, но не решающий. Слон f1, конечно, больше слону на h3 делать нечего. Ему нужно искать другие поля. Король e8, слон d2, конь e7, слон a5, конь c8, слон d3. Это примерный вариант. Это не форсированный, тем более в эндшпиле тут можно ещё совсем другие ходы, но показывающий примерный план. Конь g8 за пешкой. И белые не защищают эту пешку. Слон c2. Белые просто хотят эту пешку отдать ценой пешки, но вывести своего плохого слона, ввести его в игру. Конь берёт на h6, король c3, слон g7, слон a4, король e7, слон c6. А теперь белым надо прорываться королём. И слоны прокладывают ему дорогу. То есть, теперь уже блокады здесь не будет. У чёрных лишняя пешка. Что они могут с этой пешкой сделать? Эта пешка на h7. Она не может пойти на h5, так как тут конь. Слон h8, например, выжидая. Слон c7, слон g7. И вот в этот момент компьютер понимает, что у белых уже очень большой перевес. Он уже посчитал. До этого он по-прежнему показывал некоторый перевес у белых, особенно, что у чёрных была лишняя пешка. Король b3, слон f8, король a4, конь a7. И здесь компьютер даже показывает ход король a5, оставляя слона под боем. И здесь можно посмотреть взятие слона, но пока посмотрим, например, конь c8. Король a6, король f7, король b7, конь e7, слон берёт на d6. Вот, оказывается, белые где? Отыграли пешку, причём жирную пешку на d6. И белые в этой позиции имеют подавляющее преимущество. Ну, а что было бы, если бы чёрные в этот момент побили на c6? dc, король e8, король a6, конь f7, конь f5, слон e7. И здесь белые могут даже так пойти. Конь берёт на e7. Этого злополучного слона забрать, потому что здесь форсированный вариант. Слон b6, h5, c7, король d7, король b7, и белые проводят ферзя. Видите, как этот конь неуклюже не может никак с этого поля f7, даже на e7 попасть. Ему для этого надо сделать три хода. Раз, два, три. А их у него нет. Белые проводят ферзя. То есть, тут уже даже и до компьютера дошло, что белые выигрывают во всех вариантах. И он уже даже посчитал, что белые ставят мат в 13 ходов после того, как проведут ферзя. Итак, после хода h3 ход g5 не помогал. И чёрные пошли провокационно. К d7, слон d2. Ну, компьютер здесь видит перевес белых, но не решающий, как он считает. Конь e7, g5. То есть, белые сыграли сами g5. И в тот момент, когда король чёрных отошёл, то есть, если возьмёт g5, они, наверное, смогут и побить слон g5. И слон по-прежнему не сможет выйти. И слоны белых начнут работать. Но чёрные не обязаны здесь брать. Они играют король e8. Слон a5 нападает на коня. Конь e8. Конечно, нельзя уводить этого коня. Если он уйдёт куда-то, то король пойдёт вперёд. Сюда, сюда... И король белых будет по силе... Мы знаем, что в Эншпиле король, в принципе, равен по силе лёгкой фигуре. То есть, хотя он ходит медленно, но его сила в Эншпиле равна силе коня или слона. И учитывая, что у чёрных по-прежнему слон стоит здесь, то белые будут иметь лишнюю фигуру на королевском фланге. Или даже две. Учёт я так. Два слона здесь плюс король. У них три фигуры, а у чёрных здесь будет одна, наверное. Конь e8. Продолжать держать этого коня всеми силами на b6 и не давать королю пойти на a4. Чёрные надеются, что теперь белые сыграют gf. Ходом слона a5 белые покинули пешку g5. И теперь чёрные рассчитывают, что после gf слон бьёт f6. Ещё не ясно, что произойдёт. А может быть, они смогут потом эту пешку h6 как-то выиграть. Ну, по крайней мере, оживёт их слон, и они, может быть, не будут стоять хуже. И вот, какой ход здесь делает Петросян. Если вам дать такое задание, найти ход белых, я не знаю, найдёте ли вы этот ход. Хотя это не комбинация. Это не ход типа конь f5 под бой пешки. Я не знаю, какой ещё тут моно. Ну, могут быть обдуманы какие-то взятия, например, слон c8, конь c8. Но это надо просчитывать. Сможет ли король прорваться. Скорее всего, всё-таки нет. Так как король чёрных здесь будет держать и отдать слона. И Петросян здесь делает ход позиционный. Ход конь на h1. В принципе, почему бы и не пойти конь h1? Конь может пойти на любое поле, и на e2, и на f1, и на h1. Так как с h1, у него открываются другие перспективы. И пешка g5 жертвуется. Конь f2. Слон f6. И наконец-то чёрный слон выходит из заточения на свободу. Но белые к этому приготовились. И играют слон на g4. То есть клетка этого слона не будет открыта полностью. Белые препятствуют ходу g4, после которого слон действительно выйдет на свободу. Слон g4 блокирует эту лишнюю пешку. Но она действительно лишняя для чёрных. Правда, они могут подумать, не пойти ли им как-то слон e7, слон f8 пойти за пешкой h6. Слон d8. Конь h3. Вот такие манёвры. Слон f6. Слон d2. Всё-таки белые хотят вернуть эту пешку g5. Конь e7. Конь берёт на g5. Пешка h7 под боем. Её нечем защитить. И чёрные должны сыграть. Слон берёт на g5. И слон берёт на g5. Вот такой манёвр осуществили белые. Конь g3, h1, f2. Можно показать, что он стоял здесь. h1, f2, h3, g5. И чёрные должны были разменять этого слона. И теперь у белых получилось преимущество, действительно преимущество двух слонов. Которое над двумя конями, оно конечно сильнее, чем если у противника слон и конь. Но обычно два слона, которые играют. В данном случае они уже играют по этим диагоналям. Этот слон уже не на d3 стоит, а вышел сюда. И у белых преимущество двух слонов, плюс по-прежнему преимущество пространства. Слон стоит на d2, конь c8, и слон берёт на c8. Вообще, если спросить, а в чём же заключается преимущество двух слонов обычно? Или часто. Не только в том, что два слона обстреливают больше полей. Один слон по черным полям, другой по белым полям. Но часто преимущество двух слонов заключается в том, что в нужный момент можно разменять одного из слонов. Именно в нужный для себя момент, и как в этой партии, слон меняется на коня. Конь берёт на c8. Белые ещё и не пошли сразу. Конь a4, как можно было предполагать. Но и король a4. Король a4, так как гони именно коня отсюда. И b5. Они ещё пошли. Сначала слон g5. Конь b6 и слон d8. И теперь конь вынужден уйти. Он не может не пускать короля на a4. Конь c8. Король a4. И теперь король прорывается на ферзевом фланке. И слон, мы видим, почти не даёт этому коню никаких полей. Например, конь e7. Пешечный эншпель должен быть для чёрных проигран. Слон разменяется из-за того, что король белых активнее короля чёрных. Он подойдёт сюда, и чёрный окажется в цукцванге. Даже если чёрный король станет на d7, а белый на b7. Король e7, король c7. И король должен отдать пешку d6. И что в пешечном эншпеле означает поражение. Король e8. Слон g5. Король d7. Король b5. Чёрные ещё пытаются как-то всё-таки противодействовать прорыву белого короля. Король c7. Король a6. И это позиция фактически цукцванга у чёрных. То есть у них нет никаких хороших ходов. Здесь было сыграно конь b6. Но для иллюстрации этого эншпеля мы можем посмотреть, что было бы. Например, король b8. Слон d8. Отрезает у короля теперь и поле c7. И у коня практически нет ходов. Король a8. Слон c7. Отрезая у короля последнее поле даже b8. И конь прикован к защите пешки d6. То есть ходить почти нечем. Есть ещё пешка g5. Слон d8. Король b8. Слон берёт на g5. Король c7. Слон f6. Это выжидательный ход. В цукцванге часто применяется. Король b8. Снова слон d8. Король a7. Снова слон c7. У короля ходов нет. Надо играть конь e7. Можно здесь, конечно, забрать эту пешку слоном. Но король b6 даже есть ход. Ну, идти конём сюда куда-то, ну, даже на g8. Нет смысла. Значит, тогда пешка заберётся, и эта пешка пройдёт ферзи. Конь c8 шаг, король c6. И у белых подавляющий перевес. Они забирают пешку на d6 и выигрывают партию. Не пожертвовав ничего практически, если не считать жертвы пешки где-то, позиционной и белые бы выиграли. А в партии чёрные в этой позиции сыграли конь b6. И белые завершили эту партию. Вот теперь Петросян проводит тактический удар. Это ход слон d8 шаг. Маленькая комбинация, так как после взятия король берёт на c6. И получается тот самый н-шпиль, когда пешечный н-шпиль. Король d7, король b7. Можно пойти ещё g5, но всё равно король b6, и король b7, и король c6. И выигрыш, если король на e7, то король c7. И белые выигрывают этот пешечный н-шпиль. И в этой позиции чёрные сдались. То есть, в этой партии Петросян продемонстрировал высокое стратегическое искусство. И он медленно, но уверенно провёл свой план на ферзьевом фланге, использовал своё преимущество в пространстве и перевес в силах на ферзьевом фланге, связанный с тем, что он загнал слона чёрных на h8, фактически изолировав его от событий, происходящих на другой части доски. И это помогло ему выиграть данную партию. Ну а что мы можем для себя извлечь и сохранить в памяти из этой партии? И не только в памяти, но и улучшить каким-то образом свою игру после изучения этой партии. Может быть, кому-то эта партия покажет, что в шахматах не всегда выигрывает кавалерийские атаки на короля в стиле королевского гамбита. Шахматы-то не только эти жертвы пешек с неизвестным результатом, но это также постепенный позиционный зажим, постепенное накопление позиционных преимуществ, таких как перевес в пространстве, изоляция фигуры противника и исключение её из игры, прорывы на ферзьевом фланге, скажем, со вскрытием линии. Размены тяжёлых фигур, использование этого слона на h8 тем, что он не участвует в игре. Усиление своего короля и даже небольшое преимущество двух слонов тоже использовалось с Петросяном. И маленькие жертвы пешки типа g5, которые потом он всё равно отыграл. Это всё можно запомнить для себя. Ну и сам вариант, этот вариант в системе земеша, если кто-то против вас, и вы будете играть белыми систему земеша, и кто-то вдруг сыграет с вами после хC6, d5, e7. Вы будете помнить, что здесь можно начинать игру g4, и что после хC5 у белых большой перевес, который даже компьютер сразу не видит, потому что компьютер не так силён в закрытых позициях, в блокированных позициях, где практически нет тактики, где идёт позиционная борьба. Это такие позиции закрытого типа можно пытаться выиграть и против сильного компьютера. Вот такая атака на ферзовом фланге и прорыв короля вплоть до эншпиля и цукцванга, и даже возможный переход в пешечный эншпиль с равным количеством пешек, но выигранный для более активной стороны, у которого король уже стоит активно, а противник защищается. Вот, надеюсь, что вы это для себя сохраните, и что эта партия будет вам полезна. Поэтому я отнёс её к категории самых полезных партий. Ну что ж, на этом этот видеоурок в шахматной школе Евгения Гриниса заканчивается. Благодарю вас за внимание. Под видео вы найдёте, опять, как всегда, полезные ссылки, например, на дебют этой партии, на вариант Земеша в Староиндийской защите и другие ещё ссылки. Я посмотрю, какие мне разместить. Поэтому не стесняйтесь развернуть описание, которое находится под видео, чтобы посмотреть, какие ссылки там есть. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До новых встреч.